Человечество смеясь расстается со своим прошлым Россией и расстается с Советским Союзом. Да, в прошлое свое мы смотрим уверенно. Ну, как ни крути, не выйдет изолированной сверхдержавы. Из советского прошлого долетают к нам украинские беспилотники. Но это не значит, что прошлое можно вернуть. Мы не новый совок, мы Россия, которая сосредоточилась и теперь изолирована. У нас сейчас за все статья о ходе боевых действий имеет право говорить лишь Министерство обороны. Так вот, на аэродромы базирования стратегической авиации что-то прилетело. По версии Министерства обороны, это украинские беспилотники еще советского производства. Есть жертвы среди аэродромного персонала. Мы люди дисциплинированные. Если родине надо, чтобы это был ржавый советский беспилотник с Украины, мы сделаем вид, что поверили. Фича не в этом. Фича в том, что с Украины прилетает. И в области, которые не считались наглухоприграничными, Саратовская, мягко говоря, не самое беспокойное место в России. Жителям родины Гагарина что-то еще можно объяснить. Но куда и когда прилетит в следующий раз, терзают смутные догадки. Губернаторы массово запрещают полеты на территории всех беспилотников. Мера не для эффективности. Мера психотерапевтическая. У нас уже точно руины коммуникации. Этого никто не понимает, но разрушены все каналы доверия. Никто не верит телевизору. Оттуда орут про хохлов. Никто, разумеется, не читает газет. Были соцсети, но они заблокированы. Оставшиеся соцсети — это пародии на самих себя. Архаично, неудобно, принудительно. Эпоха соцсетей заканчивалась, когда нас изолировали. Есть новые русские инстаграммы. Их много, но у них нет аудитории. Есть мессенджеры, но в WhatsApp только тупые, а в Telegram пришли все. Раньше Telegram был фабрикой смыслов, а сейчас превратился в помойку. Руины коммуникации не отвечают на вопрос, как строить коммуникацию среди руин. Мы подорвали все сами. В ответ на хохло, фейки, мы сеяли антифейки, и взошло тотальное недоверие. Мы учим людей мыслить критически, и они не верят никому. Даже тем, кто учит их мыслить критически. Этих скептиков немного, но остальные не мыслят вообще. Власти не с кем выстраивать диалог. Есть лишь граждане без мозга и граждане, которые не верят в первую очередь власти. Власть превратилась в сервисную функцию. Ее задача следить, чтобы без мозга ее не сунули пальцы в розетку, а остатки умных не сразу свалили из страны. Иначе даже китайский кроссовер по китайским чертежам на москвиче никто не соберет. А почему не скажешь? Все то, что хорошее, должно называться москвичом. Чего стесняться-то? Информационная война точно стала мировой. Уже никому не важно, какой ты либерал, если ты русский. Беги от кровавого режима в Латвию, но тебя и в Риге посадят на бутылку бальзама. Будешь потом рыдать и каяться. И возможно, не будет телеканал. Но не нужно, это говно будет никому. Когда? Бессмысленно лить дожди из слез. Никому больше не нужны медиа. Всем нужны люди, к которым остались хотя бы остатки доверия. И соседу Решату я всегда буду верить больше, чем Нью-Йорк Таймс и жабам мирового закулисья. Телек, газеты, соцсети отвоевали свое. Эра масс-медиа. Все, мы возвращаемся в большие пещеры сообществ. Это был недовольный треугольник. Ставь нам лайк на Ютубе, ракету на Рутубе и какашечку в тележеньке. Увидимся через неделю. Русские субтитры субтитры. Корректор А.Кулакова